Что среди игроков заключенные понятно лишь по рисункам на теле. Впервые на одной арене волейбольные команды Уфсин и осужденных сразу и не скажешь, что силы не равны. Осужденные атакуют на ура. Среди игроков Владимир Туник. За хорошее поведение мужчину из Рубцовской колонии перевели в исправительный центр приливу 1. Сейчас мужчина работает сварщиком, занимается спортом. А на днях, не раздумывая, бросился в воду за тонущим ребенком. Гуляли с девушкой в дидрарии в парке, после чего вышли на пляж. Ну, посмотреть, там рядом пляж был, вышли посмотреть, там люди отдыхали. После чего мы услышали крики женщины о помощи. Я увидел, что ребенок начинает тонуть, ну и как бы побежал туда, спас ребенка. На моем месте, мне кажется, любой бы так сделал. Но, тем не менее, это же ребенок, ну как можно пройти мимо. В команде сотрудников шесть человек. Четверо из них входят в краевую сборную всем по волейболу. Первую партию со счетом 25-14, естественно, выиграли более профессиональные игроки. Чего не хватает в команде соперников? Опыта. Физика здесь не главная. А за что похвалить можете соперников? За то, что активно борются за каждый мяч. В принципе, это ничего сложного. Просто играем, и все в свое удовольствие. Ну, а охота, конечно, победить тут, безусловно. Ну, как получится, так получится. Победа все же ушла команде сборной сотрудников учреждения. Но спецконтингент без награждений тоже не ушел. Топовым волейболистом турнира среди осужденных признали Виктора Шевелева. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.